Камил, добрый день! Хочу ответить на ваши вопросы, которые вы задали и с которыми у вас не получается разобраться. Первое. Если все объекты в рапорте, что значит, что этот принт уже не бесшовный? Что считается бесшовным принтом? Когда вы на него глазками смотрите, вот на сам уже сделанный принт, и не понимаете, где у него начало, где конец. Понятное дело, что я сейчас могу вот здесь, 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 здесь поставить точки и вычленить этот рапорт. Но визуально, при первом взгляде, он у вас не должен читаться. Будет этот рапорт собран полностью внутри квадрата или не будет, это за вами. Просто когда у вас какие-то элементы вылетают за квадрат, таким образом легче получается сделать вот этот элемент бесшовности. Он тогда не квадратно-гнездовым способом идет. Но в вашем случае, как бы рыбы получились, вот на первый взгляд не читается, где у него рапорт. Это то, что касается бесшовности, да, то есть нет, может быть и так. Так, возможно, какая-то рыбка вот потом действительно выйдет, и вы будете ее, она вам будет создавать дополнительный элемент бесшовности, да, и вот здесь хвостик появится. Можно этого и не делать. Это всегда потребность того конкретного принта, в котором вы делаете. То есть бесшовность это ощущение, когда мы смотрим и не можем вычленить четкий рапорт. Как он создан, это уже дело за вами. После проделанных шагов мы убираем цвет контура и фона. В чем ошибка? Вы говорите, что самый первый слой должен быть белый. Самый первый слой должен быть не белый. Самый первый слой должен быть прозрачный, без цвета фона и без цвета заливки. Это основа. Вот он у вас, по-моему, сделан, да? Сейчас я посмотрю. Давайте разберем, что у нас тут с вами сделано. Так, это рыбы. Так. Это лишняя рыба. И еще что? А, ну вот. Соответственно, вот она вся наша с вами красота. Мы берем вот этот квадрат, который у нас есть. Во-первых, убираем у него цвет контура, красный, который у вас тут есть. А потом его можно скопировать. Ctrl-C, Ctrl-F. Он скопировался туда же, на самый-самый задний план. Можно еще дополнительно на задний план. И теперь убираем у него цвет заливки. Получается, вон он, видите? Такой без ничего. Он вроде как есть, но его вроде как нет. Нет, это принцип формирования принта в Adobe Illustrator. И теперь вот эту красоту всю мы закидываем с вами в образцы. Давайте проверим. Как я проверяю? Я беру просто рисую большой квадратик и заливаю. Вот, пожалуйста. В принципе, элемент бесшовности есть. Но за счет того, что рыбки все горизонтальные, мы четко видим повтор этой рыбки. Но это нормально, это бывает. То есть вполне такое может быть. Ну, вот я бы такой принт больше разместила, наверное, ближе к детской одежде. Ну, может быть, вот эту рыбку чуть-чуть подвинуть. Вы в следующих уроках, которые будут, это разберете. Там есть универсальный способ создания принтов. И как там можно элементы внутри принта подвигать. Это просто такой базовый метод для понимания. И вот это тоже будет в следующем уроке. Мы с вами будем говорить о том, как располагать принт, чтобы он был правильной пропорцией в правильном повороте. Это будет в следующих уроках. Сейчас вам просто покажу. Вот здесь есть инструмент, называется масштаб. Вот здесь мы все убираем, оставляем только трансформировать узоры. И можете подобрать тот размер, который вам нужен. Вы в следующем уроке это посмотрите. Там через один или через два урока у вас это будет. Соответственно, все эти вопросы у вас будут решены. Так что смотрите, я вот вам убрала контур, который у вас есть, и сразу принт у вас стал вполне себе нормальным. Потом чуть-чуть можно рыбки подвигать, но это не обязательно. Так что у вас все получилось, все хорошо. Вы молодец.